Когда стало ясно, что принятие бюджета поселения затягивается, старосты, активисты и ветераны 10 населенных пунктов обратились к главе Барвихинского поселения Сергею Теняеву с официальным приглашением принять участие в расширенном совещании, вместе разобраться в проблеме и решить ее. В ходе данного совещания просим вас публично дать разъяснение и ответить на все вопросы жителей о причинах непроведения до настоящего времени заседания Совета депутатов по рассмотрению вопроса о бюджете сельского поселения Барвихинска Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год. Однако, несмотря на приглашение, глава поселения на собрание не пришел. И разъяснять свою позицию и позицию своих сторонников в местном совете депутатов публично не стал. У собравшихся разные версии того, почему Сергей Теняев своими действиями затягивает принятие бюджета на 2019 год. Однако в том, что подобная задержка пагубна для поселения, уверены все без исключения. Многие видят различного рода публикации и совершенно не понимают вообще, что происходит, потому что информация очень противоречивая, но уже на сегодняшний день она начинает затрагивать жизненные интересы наших жителей. В частности, например, по ряду деревень, это Подушкина и Жуковка, те проекты, о которых сегодня пойдет речь, они у нас висят не сделанными, не выполненными с 2014 года. Во многом благодаря тем же самым депутатам, которые в 2015 году сложили полномочия, оставив наше поселение без бюджета, сейчас ситуация повторяется. Переселение из ветхого жилого фонда, канализация, ливневка, дороги. Пока не принят полноценный бюджет, все это финансируется по временной схеме, которая, например, не учитывает необходимость дополнительных затрат на расчистку снега после мощных снегопадов. Жизнь поселения в буквальном смысле замерла. Депутат Александр Макаров отметил, что наличие утвержденного бюджета позволило бы самому богатому поселению, по крайней мере, на время сохранить все начатые программы и социальные выплаты, даже после изменения статуса района на городской округ. С удивлением сталкиваемся с тем, что право Совета депутатов рассмотреть вопрос о бюджете нарушается под разным родом причинам и не совсем законными, так сказать, отписками. В связи с этим мы, администрация, получив очередной ответ о том, что Совет депутатов проводиться не будет, а более того, нам еще нужно оказывается в проекте бюджета предусмотреть увеличение заработных плат для муниципальных служащих, Что мы вообще, собственно говоря, не совсем понимаем, а данный ответ был получен от главы поселения, мы направили обращение в прокуратуру. Барвихинское поселение разделено на два избирательных округа. В первый входит сам поселок Барвиха. Именно здесь избирался в Совет депутатов нынешний глава. Второй округ – это остальная территория поселения. Более десяти деревень и поселков. Именно их жители чувствуют себя пострадавшими сильнее всего и обвиняют в сложившейся ситуации именно действующего главу Сергея Тиняева. Он не является хозяином Совета депутатов, не является хозяином сельского поселения Барвихинское, каким он себя, вероятнее всего, считает. Он всего лишь слуга народа. Избран народом в качестве депутата, а уже депутатами избран главой. Он своими действиями вносит разлад в работу и Совета депутатов, и, соответственно, в работу, которая должна вестись совместно с Советом депутатов и администрацией. Было с ноября, с 15 ноября или с там какого ноября, около двух с половиной месяца для того, чтобы утрясти и урегулировать все вопросы. Они не утрясены, они не урегулированы. На сегодняшний день для нас это становится просто опасным. По результатам совещания актив поселения подготовил информационное сообщение и в ближайшее время направит его в органы государственной власти Московской области и местного самоуправления, в средства массовой информации и руководству КПРФ, так как членом именно этой партии является нынешний глава Барвихинского поселения. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».